Север-Индия, буддийский монастырь. Все очень просто. Вот здесь есть шок. Он упирается сюда в горлышко. Это самое-самое звено бутылки. Мы держим бутылку под углом 45 градусов. Пока, как вы видите, я держу бутылку. Если я сюда поставил палец, если я его держу, пробка никуда не вылетит. Но лишний раз взбалтывать тоже не надо. Один раз из десяти бутылки разлетается. Ну, такое бывает, ничего страшного. Это на всякий случай вдруг ножа. 45 градусов, бьем наотмашь, и у нас получается следующая история. Все довольно просто. Не отчаивайтесь, если с рук у вас нет сабли. Если вы знаете секрет, вы можете использовать нож или любые другие подручные средства. Например, ко мне периодически обращаются за обучением сображу перед свадьбой. Жених выходит с саблей, устраивает сображ, все хлопают. Потом выходит невеста, берет бокал, и бокалом делает то же самое. Смотрится потрясающе. В этом буквально, там, опыт, две бутылки советского шампанского за 100 рублей, дома, форточка. Снайперские навыки также отработают. Ну, червата с ним попадете. Ладненько, все, давайте поднем наверх. При этом никто из вас не успел прочитать, что на этикепке продегустировать и так далее. Но мы сразу видим, что вот это вино будет привлекательнее, интереснее и однозначно вкуснее. Мы можем его просто кухнуть вот таким образом в бокал. А можем его взять по-другому, зафиксировать, дарить определенное количество. Я думаю, это совсем другой эффект. Мы будем уже настроены не на то, чтобы просто вид, а на то, чтобы получить от этого удовольствие от аромата и от вкуса, потому что мы уже погружаемся в эстетику. Момент погружения в эстетику – это уже узнавание аромата и вкуса. Вот эта штука называется нож-самилье. Почему? Она многосоставная. Здесь есть штопор, здесь есть вот эти вот плечики, здесь есть вот этот нож и есть ручка. Все вместе называется нож-самилье. Любая леди должна иметь в косметичке нож-самилье. Всякое в жизни случается. Конечно. Там же есть все, что-нибудь, пожалуйста, самилье. Такая, что-то тогда не поменится. Итак, красиво открывать, красиво держать бутылку, красиво наливать. Я вас этому всему научу. Я считаю, что леди должна уметь правильно и красиво открыть вино, налить его. Я вас уверяю, джентльмены это делать не умеют. В этом проблема. Если бы они все умели это делать, тогда бы смысла не было. Хорошо? Окей. Ну, наверное, это все в виде вводной лекции. А можно спросить, скажите, пожалуйста, основные принципы выбора вина в магазине, если мы приходим, например, красного вина, о белом мы сегодня говорили уже. Основные принципы. Основные принципы. Основные принципы. Так. Я здесь единственный, джентльмены. Нам нужен мужчина. Сейчас. Я вам покажу, как выбрать правильно в львом магазине. Нет. Оп-поп-пап-пап-пап. Нет, да? Так, сложно. А где фотография? Вы не видели фотографии? Вот фотографии. Давайте позовем фотографу. Вот это вы сейчас раз не скажете. Вообще зря. Так, у нас есть... Так, честно, девушка, понимаешь, что вопрос некорректный. Мне нужна девушка, которая не замужем, которая не от жениха. Маски? Отлично. Так, ну, вы уже тут раньше подняли руку, но я возьму на заметку. Вы должны быть, как его зовут? Наталья Александровна. Наталья Александровна. Предположим, в ситуациях свиданий. Наталья, вот вы больше любите белое или красное блюдо? Я люблю белое. Белое. А вы вот на одно все запомните. Может, у вас одна попытка? Одно свидание? Что-нибудь у меня? Больше других попыток не будет. Белое вино. С ярким ароматом, интенсивным, плотненько, по вкусу. Видите, такое легкое, утонченное, нежное. Какое? Плотность. Первый вариант. Все. Вы больше ничего не знаете. Одна попытка. Ошибиться нельзя. У вас на это вино есть 5 тысяч рублей. Шесть. Приходите в магазин по соседству. Все продавцы, комиссии с Амилия, куда-то убежали. Вы один. У вас одно вино за эту цену из Германии. Другое за эту цену из Испании. Я отвечаю на ваш вопрос. Как выбрать, зная только в плете его предпочтения, и какое вино вы выберете. Не как выбрать, а какое вино вы к этому выберете. Время нет. Я думаю, что раз он плотно, соответственно, он должен быть более солнечная. Соответственно, те регионы, в которых больше солнца, то и будет вину больше подходящий. Так это КС-ка, а в Германии этих маним? Ну, конечно, я скажу. Да, и это верный ответ. Если вы... Все? Да? Спасибо. Спасибо. Все очень просто. Не нужно читать этикетку. Нужно определиться, откуда это вино. Из какой страны, из какого региона. Это для начала. Потом уже начинается высший пилотаж, если вы уходите в сорта и так далее. Чем больше солнца, чем жарче страна, соответственно, тем... Больше в этой стране красный сортов винограда, толстая кожица, черная, долго вызревает, нужно много солнца. Тем выше уровень алкоголя, тем плотнее вино, тем его интенсивнее аромат. Чем прохладнее страна, чем она севернее, тем больше белый сортов винограда, преимущественно белый вина. Германия, например. Это белый вина, преимущество. Более легкий, более утонченный, чуть более высоким уровнем кислотности. Шампанское. Самый северный регион не только во Франции, но один из самых северных в мире. Легкие, утонченные, кислотные вина. Возьмите Италию, кто представляет себя как же Италии. Юг Италии, Сицилия, мощные, плотные, яркие вина. Север Италии, Тритиналь, Тагадиджи, преимущественно белые, легкие или соседний регион Венето, Пиногриджио и так далее. Ориентируясь на то, где находится производитель, просто зная географию, вы можете уже примерно предположить, что это будет охарактеризовать. Второй уровень, который, конечно, надо, по идее, изучать, это сорта винограда. У каждого сорта свои характеристики. Потом технологии, потом еще что-то. За три занятия я смогу дать общее представление, для того, чтобы вы понимали, куда двигаться и что можно из-за него использовать. Например, у нас в школе есть курс 8-8 занятий, где мы даем, в принципе, базу. Вот здесь три занятия, в принципе, это достаточно, чтобы разбираться в рамках ресторанной культуры, этикетов, светлой жизни и так далее. Вот, такой ответ. Это практически отдельное занятие. Как правильно наливать вино? Ну, как правильно наливать вино? Есть два способа. Либо первый способ, о котором мы говорили, он просто наливается. Либо, я же, как правильно держать бутылку вина, не касаться бокала, сколько наливать. Ну, тут достаточно много информации, но я не могу сейчас в рамках годной встречи-то все рассказать. Да, пару шампанских уже? Да. Вам надо, чтобы кто-то пришел... Стукла на помощь? Нет, ну, как бы, да, нет, я не могу придумать способа. Я не могу придумать способа, чтобы облегчить бутылку вина. Вот, не существует. Вот, есть качатая рука, но тоже не ко мне. Бокал никогда не держится. Мы всегда наливаем бокалы, которые на столе. В виде исключения, если у нас нет здесь столовки, и все стоят бокалом, тогда мы наливаем бокал, который в руке. Однако, ни в коем случае, когда вам сомелье или кто-то наливает вино, ни в коем случае, вы делаете вот так. Не помогайте ему, пододвигая бокал. Человек, наливающий вино, он сразу же видит, куда что надо налить, и идет наливать. А если бы ему вдруг, в последний момент, разговаривая, решили помочь, и, например, поднять бокал, это некорректно, это неправильно, ни в коем случае. Вообще, никакой лишней суеты. Для меня, наверное, говорили, да, что этикет не предполагает суетливости, лишних движений, мишуры и так далее. Все должно быть спокойно. Бокал стоит, все, кто с ним работает, с ним разберется. Ни в коем случае нельзя делать так. Когда кто-то наливает вино, пытаться остановить их, знаете, так. О, не хватит. Ни в коем случае. Вот так тоже не важно. А как? Да, достаточно. Слышь, официант, стой. Тоже нельзя. Есть международный стандарт, стойки минимально наливаются в бокал. 35 миллилитров, 75 миллилитров, до 20 миллилитров, до 20 миллилитров, до 50 миллилитров. Последний 150 называется Russian style. Дегустационная норма. Если вы пришли на официальное мероприятие, на официальную дегустацию, официальное событие, скорее всего, налью 35 миллилитров. Если это мероприятие имеет отношение к алкогольской кину, например, да? Если вы пришли на официальное мероприятие, но оно не имеет отношение к минной культуре, то, скорее всего, это будет примерно 75 миллилитров. Это немного. Если вы находитесь в ресторане, в хорошем ресторане, то вам нальют в бокал 125 миллилитров вина. 125 миллилитров вина – это такой объем, который легко держать в бокале, его легко раскручивать в бокале. И из бутылки можно налить уже 6 бокалов, а не 5 бокалов, если мы 150 миллилитров. 150 миллилитров почему-то принято в России. Чем больше, тем лучше. Вы заказываете бокал и вина, и вам приносят его практически с горкой. За это время, когда вам неудобно его держать наполненный за ножку, вы держите его вот так, невольно, вы его нагреваете, его много, вы выпить не успеваете, и у вас здесь только просто приходится оставить. Если вам налить полный бокал, можете его просто не допивать. Если вы нагрете немного, 75 миллилитров 35, вы успеете его выпить, пока оно не успело нагреться. Нет ничего зазорного в том, чтобы оставить вино в бокале. В рамках ресторанного этикета, когда я обучаю винных экспертов или официантов, я им говорю, что ни в коем случае нельзя наливать вино в бокал, если там есть еще вино. Доливать вино в бокал можно тогда, когда это пустой бокал. Есть понятные русские правила. Если одному налили, то остальным надо тоже долить. Если даже у них в бокалах есть вино. Ни в коем случае. Я понимаю, что в некоторых регионах России за это можно вслопотать, если бы не налили. Мое детство, например, прошло в Нижнем Тагиле. Если бы я там кому-то не налил вино, налив одному. Это все. Здесь по-другому. В рамках ресторана, в котором вы наливаете вино только, или официанты наливают вино только тормон, у кого уже пустой бокал, поэтому если вам много налили, вы попробовали, а вы на столик сколько вам нужно, и оставили. Все. А вот и не хватит. Смотря нищая забота. Если вы хозяйка дома, то тогда, конечно, надо организовать так, чтобы всем хватило. Если это ресторан, то это уже их проблема. Они ее должны решить. Да? Отлично. Пожалуй, на этой прекрасной ноте я, собственно говоря, закончу. Приходите, вы знаете, когда вы оказываетесь где-то, да, и чувствуете, что вы находитесь в какой-то паузе, зафиксируйтесь вот в такое положение. Я выйду туда на середину, да, чтобы всем было его видно. Вот в такое положение. Слегка согнутая правая нога, да, показывает вашу готовность к движению. Соответственно, когда вы начинаете первый шаг, обязательно нужно его сделать не с носка на пятку, да, как, может быть, у кого-то есть такое техническое понимание. Это в кардинальности абсолютно неправильно. Первое движение, и вообще, в принципе, движение делается у вас с пятки на носок. Да? Вы переносите свой вес сначала на пятку, потом полностью на всю ступню. Обязательно, чтобы ваша нога опорная была абсолютно прямой. То есть, из какого сонятого колена у вас будет мне должно быть. Соответственно, стараемся выравниваться на одну прямую. Да? Потому что очень многие, да, в нашей жизни, когда я смотрю, из-за меня человека ходят к прекрасной девушке, да, это выглядит приблизительно вот так. Да? И смотрится это абсолютно некрасиво, да? Это сразу говорит о каких-то внутренних комплексах и о какой-то неуверенности женщины, девушки, когда она ходит абсолютно, ну, буду говорить русским языком, непотребным образом, да? И это сразу отталкивает внимание людей, да? То есть, сразу складывается впечатление, что видно, что у нее жизнь не так. Ну, или так, может быть, ей просто никто об этом не говорит. Поэтому, да, старайтесь двигаться элегантно с пятки на носок и выдерживать линию по одной прямой. Ваш шаг должен быть легким. Ни в коем случае никакого грубого шага, полной ступни у вас быть не должно. Слегка выкидываете ногу, да, сейчас буду показывать очень медленно, чтобы была понятна схема движения. Да, вы выкидываете ногу вперед, носок смотрит прямо, ставите ножку и полностью, да, держите вес на всей ноге. Обязательно, чтобы носок при вашем движении был направлен четко в сторону вашего движения. Ни в правую сторону, ни в левую. То есть, никакого посылания, ничего у вас быть не должно. Соответственно, следующий шаг. Вы аккуратно проводите ногу рядышком с вашей опорной и выкидываете ее так же на одну прямую. Вот оно, ваше движение. Я так понимаю, что вам это, наверное, не совсем бизнес. Вот как бы, да. Я думаю, как бы вы сместите так, чтобы... Давайте, может быть, вы куда-нибудь туда приседите, а я попробую его сюда немножко длинуть. Можно, да, попросить стол немножко длить? Движение у нас происходит с правой ноги. Выносим, ставим с пятки на носок и держим равновесие на прямой ноге. Да, соответственно, следующее движение ноги у нас происходит четко рядом и выравниваемся так же на одну прямую. То есть, вот оно, да. Запомните одну вещь, что вы стараетесь как бы пробить воздух, да, который вас окружает. Соответственно, старайтесь, да, немножко подаваться вперед при движении, да, кому не видно, непонятно, да. Вот, вот оно ваше движение. Вот вы, собственно говоря, двигаетесь. Темп вашего движения должен быть размеренный. Торопиться никуда не надо. Вы элегантные, красивые и уверенные в себе женщины и девушки. Вы должны это нести. Нести это массово. Даже когда вы куда-то торопитесь и опаздываете, не нужно скидывать свои каблуки, да, и вот так вот бежать в медро. Да, или там, не знаю, бежать еще куда-то, расталкивая всех на своем ходу. Вы всегда успеете. 15 минут у вас в запасе всегда есть. Поэтому ничего страшного, дела подожду. Главное, красиво и уверенно себя преподнести в толпе, которая вас окружает, да. Соответственно, размеренно, в среднем темпе вы двигаетесь по своей траектории, да, чувствуя внимание от окружающих вас людей. Так, будьте здоровы. Соответственно, что касаемо рук. Руки, да, очень многие двигают руками вот так. Да, не знаю, привычка у кого-то такая пошла, какой-то, не знаю, личный мейнстрим. Да, обязательно прямые руки вдоль тела. Двигаются руки от плеча и ни в коем случае не сгибаются в локте. Ни в коем разе вы не сгибаете руки в локте. Тем более, вы ни в коем случае не выносите их вперед. Ваши руки абсолютно прямые и двигаются они параллельно вашим ногам. Сменяются они вот таким вот образом. Правая нога у вас делает шаг вперед. Соответственно, в этот момент у вас выходит левая рука. Желательно, чтобы рука была параллельна вашей ноге. Вот таким же углом. Ни в коем случае, да, старайтесь не выкидывать ее очень сильно вперед, потому что тогда будет создаваться эффект, что вы очень сильно размахиваете руками, да. И это сразу будет отталкивать внимание прохожих, да, это же очень классно, где вы сейчас будете их сшивать. Поэтому угол, все, достаточно траектории, да. Немножко сравняли. Следующий шаг левой ноги. И у вас правая рука выходит вперед. Левая рука остается на той же траектории, где у вас осталась и правая нога. Да, то есть вот. Вот оно, ваше положение, которое у вас будет продвижение. И вот он, ваш шаг. Вы двигаетесь вот в такой вот траектории. Соответственно, как могут работать еще ваши руки? Если вы пришли на какое-то мероприятие, да, у вас шикарное вечернее платье, которое нужно обыграть. Помните, если у вас есть шлейф на платье, вы обязательно должны с ним работать. Ни в коем случае не надо брать свой шлейф как тряп. Да, потому что очень многих мотает шлейф, мотает его на руку. И вот, собственно говоря, да, я звездомера, я пришла, собственно говоря, на мероприятие. Элегантно взяли шлейф под одну руку, желательно тремя пальцами, да, держите шлейф. Вторая рука тоже не может находиться без дела. Поставили ее на талию. На талию, да, находим, где у вас талия. Не здесь, не вот здесь, не вот здесь. Четко на талию. Желательно, чтобы пальцы все были раскрыты, да, желательно раскрытые пальцы. Кисть-рукис специально подстраивается под силуэт талии. Если, да, расскажу такую маленькую хитрость. Если хочется сделать визуально свою талию чуть покороче, пальцы и под углом. Да, вот такой вот угол визуально будет создавать очень крутую талию. Поэтому, когда вы находитесь, да, в вечернем платье, допустим, у вас нет шлейфа. Вы заходите в красивое помещение, поставили руки, да, прошли раз-два. У вас снимает камера, вы находитесь у пресс-вола. Обязательно, да, покрасовались так, покрасовались так. Ни в коем случае не показывай локоть в камеру. Да, это мувитон. Потому что если вы покажете локоть в камеру, вы себе обрежете руку вообще. Ее не будет. Просто, да, фотография визуально будет испорчена. Поэтому, плавно переходя в фотостали, да, и рассказывая некоторые правила. Когда вы на светском мероприятии подходите к бренд-волу, пресс-волу, да, фотографируетесь у фотографов, у видеографов, всегда ориентируйте внимание на объектив камеры, либо чуть выше объектива камеры. Если вы хотите сделать визуально свой взгляд более рассеянным, да, и, скажем так, непристально смотрящим в камеру, старайтесь его немножко направлять чуть выше объектива, либо уходить вообще от объектива камеры, смотреть в разные стороны, находить обязательно точку соприкосновения, с которой вы работаете. Главная суть фотопластики – это работа взгляда. Если вы не умеете, не понимаете, как работать взглядом, то, соответственно, никакая суперудачная позировка, суперудачное положение углевого вашего внешнего вида не спасет ситуацию. Да, первый важный момент – это ваши глаза. Для того, чтобы настроить работу ваших глаз, найдите точку соприкосновения, с которой вы будете работать. Нашли ее здесь, нашли ее впереди себя, нашли ее здесь, нашли ее на полу. Когда вы работаете с полом, обязательно помните, что вы работаете только в профиль на камеру. Когда вы стоите перед камерой, вы не имеете права наклонять голову вниз, и вы не имеете права поднимать голову вверх. Потолка для съемки у вас никогда не существует. То есть работа происходит в первой этой трехброви. Соответственно, когда вы поворачиваете голову, вы ориентируете свой взгляд туда, куда смотрит ваш нос. То есть вы смотрите туда, нос смотрит туда, соответственно, глаза направлены туда. Вы повернули голову сюда, значит, вы смотрите туда. Ни в коем случае при повороте головы сюда вы не имеете права смотреть еще туда, потому что камера будет находиться здесь, глаз нету, один белок, все. Фотография просто перечеркнули и выбросили на свалку. Соответственно, следующий нюанс и момент. Когда вы работаете с эмоциями, да, это очень важный момент, помимо глаз, да, который дает всю визуализацию вашей картинки. Соответственно, когда вы работаете с эмоциями, будьте очень аккуратны. Для начала создайте себе подложку. Подложку того, от чего вы будете отталкиваться. Какое-то воспоминание, да, какая-то ситуация, какой-то предмет, который будет провоцировать ваше эмоциональное состояние. Не может эмоция возродиться просто так на ровном месте. Вы должны о ней подумать. Вы должны представить то, что у вас вызывало эту эмоцию в прошлом, либо то, что у вас эту эмоцию будет вызывать в будущем. То есть элементарный способ актерского мастерства, да, предлагаемое обстоятельство. Кто когда-то сталкивался с актерским мастерством, значит, что это такое. Это когда актера вживляют, да, скажем так, предлагаемое для него актерское обстоятельство. То есть, допустим, не знаю, там, актер кино, ему говорят по сценарию, ты должен жить в 18 веке и играть кого-то там вот из того времени. Он никогда не жил там, да, и он может это уловить только по каким-то своим книжным восприятиям, да, когда он читал об этом, либо смотрел какие-то исторические фильмы. И он начинает себя потихонечку внедрять внутренне, да, эмоционально вот в это состояние. И, соответственно, таким же образом вы должны себе создавать подложку при фотосъемке. Когда вы работаете на камеру, включайте свое настроение, да, общайтесь с камерой. Общайтесь с камерой не только взглядом, но и эмоциями. Хорошее у вас настроение в данный момент времени, покажите и расскажите это камере. Плохое у вас настроение, также поделитесь с камерой. Вас никто не просит об этом говорить, вас просит эмоционально это показать. Да, соответственно, в следующий момент, да, касаемо фотопластики, всегда следите за тем, чтобы у вас была видна шея в кадре. Да, когда вы работаете в три четверти, либо вы работаете боком, обязательно длинные волосы свои прекрасные откидывайте на дальнюю сторону от камеры, чтобы вот эта часть была видна камере, да, что у вас нет шеи, не создавалось ощущение, что у вас нет шеи, что у вас видна голова растет из плечей, да, чтобы вот задержать этого момента, всегда вытягивайте шею. Соответственно, старайтесь работать своим телом очень естественно, да, не нужно создавать каких-то технических нюансов и технических моментов, да, например, что вы стоите в какой-нибудь позе вот так, да, щелчок камеры или фотограф вас попросил поменяться, и вы уже там повернулись и встали вот так. Да, фотограф не может понять, что думаете вы, да, он не может этого уловить, поэтому обязательно найдите вот этот контакт с фотографом, да, почувствуйте друг друга, пообщайтесь. Легче всего плавно переходить из одной позировки в другую, так, чтобы вам разнообразить ваши позы и ваши фотографии, и фотографу почувствовать, в каком ритме вы начинаете работать. Да, соответственно, допустим, вы стояли в какой-нибудь вот такой позировке, к примеру, да, у вас вот такое положение, щелчок камеры, вы просто можете поднять и поставить руку на талии, это уже новая поза, потому что она визуально отличается от того, что вы делали в прошлой позировке. Снова щелчок камеры, и вы поставили руку вот сюда, да, в принципе, вы ничего сложного не сделали, вы просто поменяли руку. Да, снова щелчок камеры, и вы можете просто поменять траекторию позирования. Все, сохранив целостность, вы позировали такой, какая она у вас была. Главное делать вот эти минимальные смены, лишь для того, чтобы не столкнуться с ситуацией спустя, там, 15 минут съемки, я не знаю, что мне делать, я не знаю, куда мне поставить руки, я не знаю, как мне повернуться и какую мне буду вставку. Если вы будете работать вот в этой стилистике, если вы будете работать вот в этом направлении и каждый раз находить какую-то новую зацепку для себя, так или иначе у вас каждый раз будет создаваться визуально новая картинка. Вы проделаете свою первую съемку, вы посмотрите, насколько визуально вы прогрессируете, да, насколько вы получились, там, не знаю, на съемке 2 года назад, когда вы не знали этой техники, да, вы просто стояли и слушали фотографа, который вам говорил о том, как вам стать и что вам нужно сделать, не проявляя какой-то инициативы, да, то здесь, на наших курсах, я учу вас двигаться именно в такой, в таком темпе и в тем самым центром, который задает ритм, идею и стилистику съемки. Фотограф правил вам указать только на то, что в этой позе вам нужно задержаться еще на пару кадрах, либо повернуть голову в сторону света, потому что эти технические моменты вы ловить не можете, да, потому что вы их, к сожалению, не чувствуете и не имеете. Их видит только профессионал, который, я говорю, скайпер и вас снимает. Ваша задача дать фотографу абсолютно разнообразие для творчества, чтобы он понимал и улавливал, да, что вы не просто стоите и вас нужно вот еще вот как-то там поменять, поднять, а чтобы он просто улавливал, да, вот вашу энергетику и вашу стилистику. Соответственно, да, в рамках нашего курса у нас будет две встречи по фотоаппартируйте свое внимание. Да, соответственно, когда вы уходите взглядом от объектива, вы находите эту точку в положении вот этого полукруга. Да, то есть от этого плеча полукругом до этого плеча вы работаете вот с любой точкой, которая находится в этом ореоле. Когда вы принимаете положение боком от камеры, вы можете менять свою точку и находить ее где-то внизу. Да, то есть ваша задача заострять. Здесь именно эффект заострения внимания, да, потому что если вы не заостряете внимание, ваш взгляд и ваши глаза начинают бегать, да, то есть вы пытаетесь понять, почувствовать, что же от вас хотят. А когда вы четко фиксируетесь, да, четко понимаете, что да, вот это та самая точка, на которую вы проекцируете свое внимание, все, ваш взгляд полностью заострен именно туда. Очень хороший метод работы со взглядом. Представьте, что вы львица, а эта точка ваша антилопа, да, ваша жертва. И старайтесь, да, проекцировать вот эту картинку того, что вы хищник, да, и вы пытаетесь взглядом поглотить вот эту точку, да, именно напряженным, усердным взглядом. И каждый раз, используя это положение, да, старайтесь находить вот эти самые точки соприкосновения. Только в таком случае у вас будет получаться выразительный и интересный взгляд, да, потому что если вы не заостряете на чем-то внимании, да, то вот у вас будет да, 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 и вот пошли бегать глаза вот так вот в разные стороны. Еще. Помогает расстроить и расслабить ваше лицо, это слегка приоткрытые губы, слегка приоткрытый рот. Если вы смотрели любые глянцевые журналы, либо фотографии, вы видели, что у всех моделей у них слегка приоткрытый рот. Этот нюанс позволяет расслабить все ваши мышцы, сделать ваше лицо максимально естественным и помогает вам плавно переходить из одной эмоции в другую эмоцию, без каких-либо затруднений, да, потому что все ваши лицевые мышцы, они расслаблены. То есть здесь работает дыхание ртом, да, в дыхании, выдыхании воздуха, здесь не задействован нос. Да, то есть в работе на фотокамерах вы стараетесь работать и дышать только ртом. Да, за счет этого у вас получается, что ваше лицо расслаблено, эмоции становятся максимально естественными. Еще есть или я уже по-тайному делаю? Как вам подъем? Еще есть вопросы ко мне? Давайте практически. Нет, вот так. Также можно повернуть. Да, чуть-чуть, чуть-чуть, ноги тоже половиночки. Вы стоите рядышком, можете поставить. На, талию. Талия у нас вот здесь. Да. Нет. Да, ага, поднимаем талию. Да. Дальнюю, дальнюю. И вот эту мы будем наворачивать сюда. Да. Снимаем дальнюю. Вы можете положить сюда. И двигаемся так, чтобы не было пространства. Вперед, вперед, вперед. Ага. Ага. Да, дальнюю мы будем снимать. Да, дальнюю мы будем снимать. И слегка подвернуться так, чтобы ваша шутка была левого. Да. 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 И вот здесь вот эта футбольная шутка была. Это может быть гормон. Мальчик один. Один мальчик. И вы. Вот вылетели. Двигаемся вперед. Допустим, если вы из театра, вы можете говорить о программе. С этого вопроса начать. Самое главное, никогда не начинать разговор с представлением себя. Здравствуйте, я Мария. Этому человеку вообще, может быть, он меня никогда не увидит. Ему не интересно, что я Мария. То есть вы представляетесь только тогда, когда вы заинтересовались друг другу. Возможно, это в конце даже беседы происходят, или человек эмоциирует сам, да, свое желание узнать, как вас зовут. Но никогда не начинайте разговор с вашей военной. Это первое, что ошибка. То есть разговор начинается с айсбрэн. Вы правильно сказали с комплиментом. Но сказать комплимент – это полпроблемы. Кто умеет их или от элегантно принимать? Кто не смеется, не хохочет, не опровергает, не говорит, ой, да не я худаю, а вы худаю? Кто умеет принимать комплимент? А тут человеку не умеет, если вы. Спасибо, мне очень приятно. Элегантно. Чтобы очень важно, знаете, в какой момент происходит первого неприятия? Когда вы сказали комплимент, а человек как-то неправильно реагирует. То есть либо он может очень уверенно сказать, да, и красиво, и красивее у всех собранных, все, тут же пошел резонанс. Либо, наоборот, начинает смеяться, а то хватать краснеть, да, что-то мямлить непонятное. В ответах, оправдываясь, то есть эти две версии невозможны. В этот момент происходит как раз тот момент, когда они интересны, люди понимают, что им дальше не о чем говорить. Поэтому с комплиментом хорошо, но им надо уметь пользоваться. Мы, русские, умеем делать комплименты только внешности. Какие еще комплименты можно? Что? Ну, стиль, внешность, стиль, но что еще? Ну, вот вы хорошо выглядите. Да, у вас красивое платье. Там, вы сегодня, там, прекрасно. Красивое платье. Хорошо, что еще? Какие, может быть, приятные роботы? Да, у вас прекрасно. Сделайте себе комплименты сейчас. С мюнхами. Я вообще не сразу поняла, что вы беременна, я опоздала. И я, что... Я даже, когда вы встали, да, и потом так вот опорщатся, я все-таки у меня все равно не первая мысль была, что мы поменяли. То есть, насколько вы легко и умеетесь, и прекрасно себя держите. Не мог, на самом деле. Хороший комплект, потому что затронуло положение. Слово беременность здесь не очень хорошее. Есть такой формат в их положении. Есть такие слова эвфемизмы. Это то, что раньше аристократов отличало от простых людей. Допустим, было слово док, было слово хан. Хан говорили только те, которые охотились. Они называли так собаками. И сразу было так видно. Человек, который говорил хан, да, он из высшего сословия человеческого общества. Человек, который говорил долг, было понятно, что он из низов. Либо был такой right to drive. Тот, кто ездил вверху, он говорил одно слово, кто ездил в корете другое. То же самое сейчас. Есть эвфемизм, конечно, не такие яркие, как тогда. Но, допустим, слово туалет. Девочки, я вас умоляю, даже если вы не пойдете учиться, забудьте это слово, если вы хотите быть эвенантным. Раньше, когда вы спрашивали, я, допустим, даже говорила в ресторане, где у вас дамская комната, конечно, половина людей так смотрит на меня. Да и сейчас. Это не значит, что вы должны быть такими, как они. Это не вам не повод остановиться, понимаете? Если он не знает, что вы дамская комната, вы не должны опускаться и говорить на его языке. Объясните тогда. Или слово «спасибо» и «благодарю». Я не могу сказать, что «спасибо» – плохое слово. Просто раньше «спасибо» говорили только мне деньги. Почему? Когда они сидели, просили ему истонию, они говорили «спасибо, Боже», «спасибо за подаяние». Всегда знаете, говорили «благо», да? Сложно говорить. Кому легко это слово дается? Это хорошо, а кому все равно дается. Но многим достаточно сложно дается уйти от слова «спасибо». Потому что «благодарю» – это все-таки слово «аристократ». Если вы хотите заниматься своей речью, у меня на самом деле большая проблема с речью. Вы, если пойдете, не учиться, учите это. Я прожила практически последнее время в Франции. Я когда вернулась сюда, оказалось, что я неправильно говорю ударение. А это крайне сейчас не модно. Сейчас прямо идет бум на правильное ударение, на правильную интонацию. И я сейчас очень сильно занимаюсь своим языком, но я вас прошу прощения, если вы слышите у меня ошибки, они у меня есть, это правда. Но я над ними работаю. Самая большая проблема, которую я у себя встретилась, и потом, когда я начала с девочками и мужчинами, в основном на английском я прекрасно преподаю. С русским у меня сложно. Это прилагательно. В английском их меньше. Но мы, сколько вот вы сейчас будете говорить на практике, я сейчас посмотрю. Знаете, какое слово самое большое параде? Оказалось у меня, у наших учеников. Слово «очень». Очень красиво, очень прекрасно. Прекрасно тоже вряд ли часто используют, но слово «очень» практически будет у всех паразитов. Почему? Я вам после уроков пришлю список прилагательных, которых я сама уже для себя отобрала в первую очередь. Я начала по 10 прилагательных примерно в день включать. Не сразу все 10 запоминала, но что-то в голове оставалось. И лично становилось намного сразу красиво, намного богаче. Конечно, читать надо, это безусловно, но вот как раз отсутствие прилагательных говорит о неправильности речи. Следующее, что делать нельзя. Есть табуированные фразы о том, о чем говорить нельзя. О чем это? Давайте подумаем. О рейдике, наверное, нельзя. В секрете, только политика саму первую. Да, о рейдике. Политика, она возможна где-то. Я так скажу, что политика есть общетабуированные. Есть условно, которые условия, условия может быть возраст, или, допустим, как раз политическая атмосфера, там, вы знаете, что левое и правое. Здесь будет условие политика. Или, допустим, мужчина-женщина, да, гендерный признак, где есть тоже тема, которую при мужчинах обсуждать неприемлемо. Это условия. Есть ситуативно табулированные. То есть, когда ситуация обусловливает о том, о чем говорить нельзя, допустим, на похоронах, потому что не будете говорить о своем день рождения. А вот общетабулированные, это как раз не политика, это, как вы правильно сказали, религия. То есть, никогда, ни при каких случаях, вы не затрагиваете эту тему. Дальше, что еще? Деньги расходят от форума. Безусловно. Опять же, это бизнес-этихетинг, вы можете об этом говорить. Да, в светской беседе, это тема для дружественной беседы. Поэтому мы сегодня четко разграничься, пожалуйста. Это не значит, что вы теперь об этом не говорите. Это просто тема для светской беседы. Что еще? Здоровье. Здоровье, прекрасно. Хотя раньше, в 17 веке, с этого начинался здесь все разговоры. Помните, даже, там, Джанейр, все фильмы старые, там, книги. Пока вы не узнаете здоровье своего, там, третьего, пятого дядочки, дядюшки, да, внучек, разговор не начинался. Но, если вас спросили о здоровье, кто-то у нас здесь был, левша. Кто был, левша? Уже ушли? Я выберусь на вопрос. Хорошо, я вам, кстати, тоже сейчас отвечу. Левша и здоровье. Если вам задали вопрос о здоровье, и вы сказали, что у вас все хорошо, вы, значит, тому человеку объясняете, что вы не готовы дальше продолжать эту тему. Но если вы сказали, что вы только что там переболели, еще что-то, то вы дали ему знак, что вы готовы продолжить эту тему. И это не значит, что, да нет, все, все, я больше об этом говорить не хочу. То есть, если сказали, а, в этой теме, значит, продолжать, это ваша воспитанность. Но, конечно же, лучше о здоровье не говорить. Это то же самое касается ваших диет, сыроедства, не знаю, вегетарианства, всего, что угодно, эта тема не обсуждается. У нас на ужине с графиней, у вас будет, у нас с канцерлургом, я не знаю, кто городил Ксении, обучение, у вас будет международная сертификация. К нам будет приезжать графиня Мария Петериев, вы будете сдавать у нее экзамен, и вы прием с первыми лицами города, тоже посмотрите, как он проходит. Да, в итоге вы увидите всех наших учениц, какими они стали к этому приему. Обычно это 150 человек, потому что это вот два раза в год вы это делаете. Собирается там весной, это зимняя и весенняя группа, и наоборот, летом и осеннее на ноябрь. Вот вы сдавали, будете экзамен. И это, конечно, уникальная практика проиграть все мероприятия, потому что приезжает графиня с графиней, и мероприятие начинается с того, как вы приветствуйте. Вы должны будете знать, как встать, как вы приветствовать, о чем говорите. Вы будете сидеть со звездами, вы посмотрите по подальшопу, у нас очень много звезд. И уметь вести с ними разговоры. Потому что если мы вас спасаемся с Бугарчуком, а вы будете весь вечер сидеть молчать, как у нас было, да, то как бы зря вы к нам в школу пришли. Вы неправильно сделали расставку. То есть уметь поддержать разговоры с известными людьми, быть им интересным в течение всего вечера. Это смогут точно не все, я вас уверяю. Так вот, хорошо. Дальше мы о чем сказали, что было у нас последнее? О чем говорили, не знаю, что. Деда, отлично. Что еще? Левша. Я почему это сказала про здоровье? Что левша живет по правилам правши. То есть он даже руку всегда подает как руку, как вы думаете? Правую. Правую. Но, если вам левша дал левую руку, то ваша воспитанность, какова верды, что? Вы даете ему тоже левую. Здесь это правило везде, в каждой светской беседе, в этикете. То есть вы должны быть взаимобъездливы. Самое важное в светской беседе, представьте себе принцессу Диану. Когда, если бы она начала говорить, допустим, узнать, с призлуха, или у нас на мероприятие, у нас есть очень хорошая женщина, она лицена. Она правда собирает большие деньги на детей, у нее золотые коронки до сих пор. Она ее не заставить, я ей сколько раз говорю, сделать хорошую керамику, она все отдает детям. Когда она пришла к нам на мероприятие с графиней, я знаю, что она достаточно обеспечена, но так человек живет. И когда она начинала говорить с нашими девочками, такими, ну понимаете, да, все, кукурочками, раз кукурочками, и они видели ее коронки, что происходило на их лице? Было видно на каждой, по жестам, по речи, потому это был хороший для меня тест, как они могут поговорить с таким человеком, потому что она как бабушка выглядела. Ну, как бы, конечно, одета элегантно, но эти золотые зубы, ее просто, как бы, отторжением вызывало у всех. Ваша задача, элегантная женщина, конечно, если вам человек вдруг стал неприятен, это возможно, вы все люди сумеете, можете сократить время разговора, но вы должны на одном уровне вести разговор от начала до конца, чтобы ни на вашем лице, ни по жестам, ни, дай бог, по содержанию вашего разговора, не было видно ваше пренебрежение, которое у вас началось. Это надо воспитать в себе. У вас будут сейчас такие люди в обществе, которые вам будут через минуту неприятны. Но это не значит, как вы тогда, я вам сказала, да, что вы должны, как человек, кто знает, что такое дамская комната, должны опускаться и показывать свое все отношение. Это мы тоже надо научились. У нас здесь соседка, бабушка, лучше тренажер для вашей элегантности. За время обучения она раз во сто пошлет, очень так хорошо. Поэтому, как вы научитесь на нее реагировать, это тоже очень важно, потому что элегантность – это всегда тактичность без укола. И суметь правильно на нее отреагировать, это, по-моему, будет хороший тест. Как вы сможете с ней… На неадекватных людей нельзя не давать им почву для обратной связи. Ни в коем случае. Не буду вам рассказать страшную историю, потом вы будете учиться, вам расскажу. Буду теперь еще занятия с вами. Хорошо. Мы с вами проговорили основные темы, о чем говорить нельзя. Теперь давайте подумаем. Есть такое еще, знаете, что правило сельской беседы? Называется сублимация конфликта, что для нас, русских, тоже неизвестно. У нас, когда кто-то кого-то оттолкает, кто извиняется? Кто толкнул? Есть такое понятие у британцев – сублимация конфликта, когда извиняются оба. Мы так не умеем. Если человек пролил на нас вино, извиняется тот, кто пролил. Но, возможно, вы сидели так неудобно, чтобы вы могли его долгнуть. Это, знаете, в вашей лексиконе должна появиться фраза «Нет, это я виноват». Даже если это не так, но это ваша элегантность. Никто не будет доказывать в суде вашу виновность. Это как фраза «Чем я могу вам помочь?» Она тоже должна быть элегантной женщиной. Всегда. Он вам говорит «Чем?». Но если вы не можете говорить, я, к сожалению, в этом не способен вам помочь. Но фразу эту вы должны сказать всегда. Научитесь ее говорить. Дальше. Британцы никогда не используют такое начало фраз, как «Я знаю», «Я хочу», «Я уверен». Почему? Вы всегда, вы сейчас будете начинать, вы практически половина из вас будет начинать с этой фразы. Потому что это, самая главная задача, это сохранение лица собеседника. То есть вы любым поводом избегаете конфликта и спора. Когда вы говорите «Я знаю, я хочу», особенно с этим мы женщины забрали, «Насколько?». Сейчас я вам скажу фильм с ДиКаприо «Выживший». И сколько здесь будет в ней? Кому понравилось? Кому понравилось? Кому понравилось? Все говорят, это был превосходный фильм. Кому не понравился? И вы начнете спорить. Вы через пять минут начнете спорить, если я вас оставлю. Я вас уверяю, мы так пробуем. Так вот, чтобы не было спора. Как скажут британцы, если вам понравился фильм? Нет, на моей точке зрения нет. Тоже нет. Мы все равно должны сказать свое мнение. Но как сделать так, чтобы он не вызвал конфликта? Извините. Я думаю, нельзя. Не знаю, забудьте фразы для светской бизеты. Я думаю, я знаю, я уверен. Мне показалось, значит, что. Этот фильм не так уж плохо, они скажут. Этот фильм не так плохо. Не так плохо, это и не хорошо, и не плохо. И дальше вы говорите, что вам понравилось или не понравилось. Я к чему? Это к тому, что мы любим расставлять точки на рынке. Любим? Мы когда поехали с британцами на переговоры, мы когда вышли из переговоров, я вообще не поняла, о чем вы разговаривали. Это было правда. Я говорю, они не с нами контракт не собираются подписывать или как? Потому что все вокруг да оба. А когда нам секретарь, когда он прислал уже реестр, все, о чем мы проговорили, все было конкретно. Но они всегда будут говорить между сторонами. Они никогда не войдут в конфликт, никогда не начнут в соло. И в этом есть тоже элегантность. Когда вы общаетесь с женщинами, всегда происходит кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то нет. Всегда это чувствуется. Ваших группах даже из 15 человек, я вас уверяю, всегда найдется ту, которую вы будете все не любить. Та, которая у вас будет всегда такая зачинщица. И все остальные будут наполовину. Вот так всегда происходит. Я сразу по жестам вижу, кого вы выбираете жертву. Это видно, наверное, наилучшее, когда вы сможете ровно общаться. Конечно, девочки все дружат. Вы можете посмотреть, у нас даже по подотчетам. Они все общаются. Это, наверное, одно из самых дорогих, что вы здесь приобретете эту дружбу. Что в взрослом возрасте найти подруг практически нереально. А здесь вы, во-первых, полгода живете фактически вместе, уходите на мероприятия вместе. Кто-то больше дружится, кто-то меньше, но в основном все равно все общаются. Наверное, мне бы это было, наверное, самое дорогое. Не знаю, по каждой своей ценности. Хорошо. Как мы сказали, что делать нельзя? Это не все. Мы просто это долгие, практически 2,5 часа урок. Мы попробуем чуть-чуть. Как украсить речь? Что такое светская беседа? Как сделать так, чтобы она была светлой? Первое. Комплименты. Как правильно сказать. Научиться говорить комплименты не только внешности, а талантам, каким-то способностям. Есть такое понятие авансовый комплимент. Мы его русские вообще не умеем говорить. Что такое авансовый комплимент? Когда вы говорите, это не я хорошо танцую, я уверена, что вы прекрасно танцуете. Да? Это авансовый комплимент. Дальше. Это прилагательные. Должны выучить прилагательные, чтобы ваша речь была красивая. Грамотность. Это эфемизмы. Есть такое понятие вертикальный контент. Вы будете ездить на мероприятие, допустим, на кольф. Сейчас у нас выходные сегодня проходят мероприятие для наших девочек, леди-скан. Никто из них в кольф не играет. Кто-то поехал в первый раз. Но в чем заключается элегантность? Нет ничего плохого, что каждая из них сейчас едет на машине и говорит про гольф. Это не плохо. Это лучше, чем вы будете не знать, о чем говорите, как говорите. Не будете знать терминологию гольфа. Это не обязательно гольф. Это может быть театр. Это может быть какая-то презентация Rolls-Royce, а вы даже не знаете, откуда эта машина, кто ее сделал и какая страна. Поэтому, что такое вертикальный контент? Элегантная женщина, она не боится за пять минут даже посмотреть в интернете, что-то узнать. То есть, когда вы ссылаетесь на какие-то даты, какие-то фамилии, на какие-то исторические факты, это не так, чтобы вы как википедия взяли и выдали, но вы используете это в своей речи. Единственное, я здесь полгода в концах, чтобы вы не путались, не говорили, не дай бог, правильные года, не дай бог, неправильные имена, фамилии. Но это всегда улучшает вашу речь. Что особенно нравится мужчинам в светской беседе, особенно известным и богатым, как говорится, которых тяжело удивить, потому что вы же понимаете, сколько с такими женщинами они общаются, это абстракция. Что такое абстракция, как вы думаете? Кто умеет говорить абстракцией? Когда вы что-то с чем-то сравниваете? А, да, не темно, а то мы сейчас с вами заснем идти, давайте, я не завидела. Абстракция, кто умеет говорить абстракцией? Кто умеет? Ну вот, да, вы не думаете. Когда что-то с чем-то сравнивается. Но мне сложно это, я сейчас попробую в течение речи говорить, ну, допустим, вы женщины, как инструменты, каждому нужен свой настройщик. Да? То есть это когда вы что-то с чем-то сравниваете, но потом объясняете, почему вы так сказали. Они так, что, знаете, каждому из вас нужен свой настройщик. Иди думайте, что она сказала такое. А потом он говорит, потому что вы как разный инструменты тут. То есть вы сначала в абстракции говорите, или мужчин можно сравнить, как с гоночными машинами. Да все мужчины, как машины, да, кто-то как бредозер. Я люблю сравнение абстракции, допустим, у людей с животными. Я правда считаю, что все люди разные. Почему мы не сходимся? Кто-то с оливами сходится, кто-то с скорпионами, да? Потому что заяц с волком дружить не может. Не может? Поэтому люди, которые слишком как огонь, экспрессивные, они никогда не смогут дружить там с знаком воды. Или там с зайчиком. Поэтому люди все разные. Надо либо уметь научиться и зайчикам общаться, да, элегантность, в чем заключается, и с волком. То есть это абстракция, когда вы что-то с чем-то сравниваете, и потом объясняете резко, почему вы так сказали, ваше умозаключение. Это всегда цепляет мужчину. Я вас говорю на 100%. И в советской беседе это тоже всегда дает какую-то, ну, необычность вас слыша. Потому что обещать можно. Вот сейчас попробуем, посмотрите, как вам получится. Комплименты, абстракции, прилагательные, вертикальный контент, юмор, безусловно. Но не анекдоты. Я вас уверяю, что женщина... Вот встану я сейчас и начну поправлять в своей телеке. Да? Вроде мне неудобно, даже я в положении. Или начну штаник из себя потягивать. Все. Какая бы я ровненькая не сидела до этого момента, вот этот один маленький немец разрушит все. Сидите, вы чешите голову за ужином. Вот, казалось бы, это незаметно. Но вот такая мелочь, вы должны научиться, как я сказала, самоконтроль, постоянно в себе это контролировать. Оно может разбить все ваши старания. Я проходила это множество раз, вставала, поднималась. И так же вижу у женщин, у которых вроде она вся леганая, вся такая шахарная, одета там с иголочки. Ну тут встала и колботка там начала поправлять за столбой. Да? Поэтому смотрите за собой. Это в речи тоже самое происходит. Ваше умение общаться. как шутка и юмор. Вроде бы все хорошо говорили. Но как только вы пошутили, что это не, как говорится, не по теме, все, ваш весь образ разрушился. Поэтому юмор хорошо, если вы умеете им пользоваться. Для умных людей я советую самолюм. Если вы способны над собой посмеяться, это прекрасно. Опять же таки, все должно быть в рамках адекватности. Теперь давайте приведем к практике. Теорий будет много. Это 2,5 часа, и вам должно было сейчас что-то говорить. Спасибо.